Здравствуйте, дорогие пользователи! В этом видео мы покажем, как легко и быстро создавать задачи в Handy Backup. При первом запуске Handy Backup в главном окне программы у нас будет пустой список задач. Чтобы создать первую задачу, нам необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели или же по кнопке «Создать» находящийся посередине главного окна. На шаге 1 мы можем выбрать тип задачи – резервное копирование, восстановление или синхронизацию данных. Также мы можем выбрать продвинутый режим, чтобы получить все настройки создания задачи в Handy Backup. На шаге 2 мы выбираем данные, для которых будем создавать резервные копии. Слева нам доступны источники данных, такие как пользовательские папки Windows, локальные диски и флеш-накопители, NAS-устройства, FTP, SFTP и FTPS-серверы, почтовые сервисы, например, Outlook и Gmail, базы данных, 1S, MySQL и другие, облачные хранилища, Яндекс.Диск, Mail.ru, Icebox и другие, образы дисков, как полный образ через плагинный диск Image и System Recovery, так и бэкап-разделов диска через диск Image, виртуальные машины, например, Hyper-V. Также мы можем настроить группу Favorites, добавив в нее необходимые для нас плагины. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по плагину и выбираем «Добавить в избранное». Выбираем плагин MyDocuments и отмечаем галочками нужные для бэкапа файлы и папки. Аналогично можно выбрать любой другой плагин. Стоит отметить, что для некоторых плагинов перед выбором данных необходимо настроить подключение, например, к облаку Яндекс.Диска или к базе данных 1С. На шаге 3 выбираем хранилище для резервных копий. Мы можем хранить резервные копии на компьютере, USB-устройстве, NAS, FTP, SFTP, FTPS сервере, в облачном хранилище, например, Яндексе или Гугл диске, в Андрайв и в других облаках. На шаге 4 мы можем настроить сжатие и шифрование, а на шаге 5 расписание для наших бэкапов. Данные шаги необязательные и настраиваются по своим предпочтениям. Переходим к последнему шагу. Здесь задаем имя нашей задачи. На этом шаге расписаны все параметры задачи, что копируется и куда. Также мы можем запустить задачу сразу после ее создания, отметив галочку соответствующего пункта. Нажимаем «Готово». На главном окне Handy Backup появилась наша новая задача в списке. Чтобы изменить свойства задачи, нам необходимо нажать правой кнопкой мыши по задаче и выбрать пункт «Свойства». Далее мы можем скорректировать данные, например, добавить файлы для бэкапа или изменить источник хранения. Щелкаем по бэкап, чтобы запустить задачу. Мы видим ход выполнения задачи, и как только он будет стопроцентным, задача завершит выполнение. Отлично! Мы только что создали первый бэкап в Handy Backup. Если нам задача больше не нужна, то мы можем ее удалить, нажав по кнопке «Удалить» на панели главного окна. Надеюсь, что видео было полезным для вас. До новых встреч! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok